Здравствуйте! Меня зовут Алла, я директор компании «Умная среда Ярослав». И мы являемся заводом в группе компаний, которая уже сейчас находится, если мне память не изменяет, в 30 городах России. И я очень надеюсь, что это не предел, что это будет дальше развиваться, потому что, как известно, я сюда сразу говорю, что пришла не рассказывать вам про раздельный сбор, потому что для этого есть более компетентные люди, да я думаю, вы и сами больше меня об этом знаете. Я долго думала, о чем вам рассказать, и решила, что буду просто хвастаться нашими работами, потому что, по большому счету, все остальное вы и так знаете. Такой небольшой слайд для того, чтобы еще раз оговориться о том, что на сегодняшний день каждый из нас производит ежедневно, ежегодно гигантское количество отходов, которые зазоляют планету. Это уже не просто слова, это уже просто бич, это уже крики сосы, это гораздо страшнее. Мы сейчас с детьми ехали и как раз обсуждали, что есть или не есть животных, это гораздо меньшая проблема на сегодняшний день, чем то, что люди неосознанно подходят к тому, что после себя оставляют. И, конечно, переработка, вот этот рециклинг, это выход из ситуации. Если к нему подходить, как подходит в Европе уже 30 лет, то оно уже может действительно исправить ситуацию, спасти. Но в Европе все это происходило в течение 30 лет при учении людей. Это тоже очень болезненно происходило. У меня много друзей в Европе живет, в частности в Германии. И сама я училась во Франции, и для меня, конечно, это был шок. В свое время я студенткой приехала. И я, конечно, сказать, что была удивлена, что вот этим всем надо заниматься, это ничего не сказать. Мне пришлось очень огромную работу над собой провести, да, там свои вот эти 20-чем-то лет, чтобы понять вообще, зачем люди этой фигней маются. И, ну, надо сказать, что делалось это, ну, вот с моей стороны, неосознанно. Вот сейчас я к этому подхожу осознанно, действительно, я понимаю, что это будет гниль на славке. А тогда я это делала, потому что, ну, так надо. И это работает, на самом деле. Для большей части населения, особенно, ну, вот, для студентов, да, которые еще, собственно говоря, у них вся жизнь впереди, там еще много чего можно не потерять, в отличие от нас, здоровья, например. А еще для категорий, там, низкообразованные люди, да, ну, так их назовем, которые, собственно, ну, мало знают. Они тоже могут быть к этому вынуждены, и мы очень все ждем, когда наше государство, да, вынудит нас всех поголовно это делать. Потому что в Германии нет таких очень осознанных людей, там есть очень большой штраф за это, очень большой. Я просто догоня, и паркетом этим вверх поваляют, его заставят распортировать, и еще вывезут штраф. То есть работать это будет только так, но это мое мнение. Но это работает. Тем не менее, это работает, замкнутый цикл производства, это работает. И поэтому я пришла вам показать, как это работает на нашем предприятии. Наши предприятия, как я уже сказала, это сеть. Есть запатентованная технология производства. Она не новая, я не буду врать. Это все уже давно существует везде в Европе, но в России вот она именно в таком вот отношении материалов. Она запатентована нашей компанией, и оборудование, оно не уникальное. Естественно, очень похожее оборудование и для производства резиновой крошки тоже используется. Ну, потому что и технология очень похожа на самом деле, да. То есть это расплавление массы до определенной консистенции и прессовка. Ничего такого сверхъестественного. Это не ультра, там, какое-то точное, там, современное, не какое-то там, не роботы. То есть работают у нас обычные люди и очень много механической обработки. Но, тем не менее, в месяц, вот на данный момент, мы перерабатываем около пяти тонн пластика. И это не предел. То есть спрос идет сейчас с людям. И, опять же, со стороны государства появляются какие-то разумные шаги, и уже идут заказы четко на переработанный материал. То есть не именно на наши композиты, да, но какие-то композиты с содержанием резины, или каких-то других полимеров, таких как наши. Но идет уже такой запрос, и я думаю, чем дальше, тем это будет больше развиваться. Ну, вот здесь вот написано, что мы производим около 120 единиц изделий в месяц. Это не палочек, это, ну, там, плавок, или там, кашполь, там, еще каких-то. Может быть, мы какие-то и большие формы делаем. Ну, так у меня он еще. Значит, покажу, из чего, собственно, состоят наши изделия. Да, вот тут вот эти кирпичи лежат. Не самого лучшего качества. Ну, на заводе у нас сама выбирала что-то, да, из остатков. Но, в целом, согласитесь, на дерево это очень похоже. Издалека, особенно, если вот к лесу не прикасаться. Оно действительно не очень отличается. Ну, в отличие от дерева, здесь ни одно дерево не пострадало. Это очень сложно сломать, пробовали. Это очень сложно унести. Потому что это прям весит, одна лавочка весит примерно 150 килограмм. То есть это действительно весомая такая конструкция. Ну, и самое главное, в состав, помимо речного песка, причем песок используется очень мелким, такой как манка. По практике там нет никаких вот камней, беремся, он сеянный, он мытый. Он очень такой чистенький, меленький, гладенький. И пленка, ну, ПВД, ПНД, в принципе, любая, мы не очень привередливые. Она используется для связки. Потому что вот сам по себе твердый пластик, вот эти вот ящики, мы очень, в большинстве используем ящики от фруктов и овощей. Вы понимаете, да, вот в чем-то этот полипропилен, он ПП, ПНД пополам. Ну, там по-разному идет состав. В черном больше ПНД, в цветном больше полипропилена. И вот такие флаконы вот используем, ПНДшные. Это твердый пластик. Он дает возможность нашим лавкам не прогибаться. То есть если не будет песка, то это все будет просто опускаться до низа и прогибаться. Потому что пластик, он сам по себе очень деформируется. Песок, он не дает ему такой возможности. То есть он дает жесткость. Но как их между собой связать? Связывают их вот как раз вот эти мягкие пластики. То есть они, в принципе, там примерно одной категории, да, это будет ПНД. Но мягкий пластик, твердый пластик двойку, мягким пластиком двойкой не заменить. То есть там должен быть обязательно и такой присутствует, и такой. Вот из него, вот если его не использовать там, именно в таком проценте, ничего не выйдет. Ала, можно вопросик небольшой сразу по ходу? Да, да, давайте сразу по ходу. Есть какая-то определенная формула, определенное соотношение, да, сколько твердого, сколько мягкого. Да. То есть вот правильно мы делаем, что мы отдельно твердый собираем сортов там, да, двух, двойку, четверку. Отдельно пакеты, отдельно горлышки, отдельно крышечки. Ну вот вообще, как сказать, твердый двойка, четверку мы не сортируем. Мы, в общем-то, его... То есть если четверка попадет в двойку? Ничего в этом страшного. Нет, то же самое с мягким. Двойка, четверка, мы все это вместе. То есть важно, мягкий он или твердый. Понятно. Да, и, ну там у нас есть свои там, если нам надо там поглажи или пожестче, мы там сортируем побольше песка мы кладем или побольше пластика. Потому что вот, например, ножки у нас там побольше песка, там 80 на 20, 80 песка 20 пластика. А если это вот такие палочки ломели или доска террасная, да, то там до 45% доходит количество пластика. То есть зависит от того, какая у нас задача. Оно должно быть жестче и тяжелее? Или оно должно хоть немножко амортизировать, да, под попой? Если сядешь на камень, собственно, радости от этого не испытаешь. То есть там все равно должна быть какая-то минимальная амортизация. И, ну, все равно вот такая вот пластиковая. Ну, вот эти вот, они еще у нас такие, тут побольше песка. А сейчас вот уже ребята делают такие вот, что я вот ногтями, ну, прям вот пластик, больше пластика делают. И вот мне нравится больше. Они немножко полегче получаются, но они очень гладенькие. Они такие фактурные, красивые, такие более пластиковые. Да и ладно, собственно говоря. Против, да. На пользу шло. А так, в принципе, не принципиально. Пятерка с четверка. Вот горлышки от этих, от крышек, да, по большому счету тоже, если, ну, они нормально собраны. По большому счету, без разницы. Просто мы с вами знаем, да, как у нас бывают проблемы с горлышками. Мы все здесь по-прежнему продолжаем собирать отдельно, потому что бывают случаи, когда у нас пленку забирает кто-то другой по пути, либо двойку мы сдаем. Иногда бывает тоже другой компанией, когда есть возможность. А им с примесью четверки она уже не подойдет. Поэтому, когда есть возможность Ярославля или отгрузить, мы как бы погрузили, и там уже они сами лучше смешают, чем мы кому-то смешанное отдадим. Кому не подойдет, что для гранул, я знаю, для них двойка, это все, это смех там уже. Гранул по ВДшину не сделать с подавленной руки. Нам-то все равно. Мы берем и грязную парниковую пленку, нам недавно привезли красоты. Немеренно. Ну, что делать? У нас же ее кому-то перерабатывать, потому что не отмывают, гранулщики они не отмывают эту грязь еще. Мы нормально едим. Ну, что делать? Да, собственно говоря, наши производства... Вот я сейчас включу, я не знаю, только мы потом послужим назад презентацию, вернее, а я бы хотела видео вот это вот запустить. Но вот, что-то смотрю, что не активно. Ссылочка, она нам не сделает, да? Вот так, потому что вот на компьютере она растет, но она уже наша, она... Пойдет? Угу. Ну, вот давайте так вот грянем, я прокомментирую. Коротко. Это вот этот сам агрегат, экструдер, который делает смесь. Вот эту смесь в виде плюшечек укладывает на пресс. Пресс формы закреплены сверху и снизу, снизу плита, наверху форма непосредственно. Или вот такая, или гладкая, или это доска, или это ножка. Вот в этом вот столе. Стола 7 гидроцилиндров, которые давят около 8 бар. То есть это очень сильное такое давление. И находятся под прессом они в районе 10 минут, вот эти вот сами изделия. После этого они обрабатываются, рассверливаются, там, торцуются, крашатся и дальше уже превращаются в изделие. То есть, в принципе, очень много ручного труда, как вы видите. Ну, на данный момент не автоматизированное производство совершенно. Все на ручном труде, на ручном инструменте, поэтому технология вот на данный момент очень дорогая. Ну, все, что ручная труда, вы знаете, да, это как штучные вещи, как из бисера, как вязаная. То есть здесь действительно огромное количество труда. Плюс каждая двухметровая палочка весит 10 килограмм, ножка весит 30. То есть это еще тяжесть неимоверная. Конечно, ну, будем надеяться, что это все как-то будет развиваться, технология, и все меньше и меньше привлекаться будет людей, и все больше технологий, все это будет удешевляться, и войдет в нашу жизнь абсолютно инорно, используя таких вот материалов композитных. Да, здесь вот наши гости из Рыбинска, Мышкина, Ярославля, волонтеры посещали наши предприятия, даже смотрели технологию, очень любят, в принципе, власти, хвастаться города Ярославля знакомством с нами, но в Ярославле очень мало таких наших изделий, в основном мы в Москве. Ну, к сожалению, констатирую, что в нашей области пока все это не надо. Ну, доживем, я думаю. В Москве просто уже немножко другие требования, и они действительно предъявляют своим площадкам уже необходимость, чтобы это было каким-то образом с экологией связано. Вот здесь, да, вот в одной лавке у нас получается, если на пакетики, чисто на пакетики мы переведем количество пластика, ну, чтобы попонятнее, да, была лавка, то это будет 500 пакетов таких, 80 килограмм песка, ну, и одна, две лавки наших, это одно способное дерево, если по сравнивать, да, по количеству материала. И вообще, конечно, вот хотела сказать, что на сегодняшний день, вот конкретно наше производство, способно заменить практически все виды пиломатериалов. То есть у нас есть разные толщины брус, толстый, тонкий, узкий, широкий, доски широкие, 120 до 150, то есть мы уже заменили практически все. А по цене? Да. По цене натурального дерева не дешевле, но и недолго. Ну, опять же, давайте не забывать, что это долговечно, оно не распутнет, оно не заплеснет, оно не треснет, и заменяет война, то есть сколько заменится деревянными, да, вот настилами, сколько заменят их раз, и сколько прослужат наши изделия. То есть это сотни лет, это, в общем-то, ну, абсолютно, вековая вещь. На наш век точно хватит, дальше, ну, кто не пробовал, ну, так вот, судя по знаниям физики и химии, оно полюбует. И, опять же, ну, деревья, это наши легкие, собственно говоря, может быть, и сделать это, ну, раз хорошо, да и... То есть никакой деформации, и... Нет, не трещин, ничего, плюс, ну, это же абсолютно мертвый материал, ну, это кусок, он уже плеснет, он не прорастет. Это никаким влиянием воздуха, мороза, оно не подвластится, потому что он не сморщивается, да, в холоде, меньше не становится, не расширяется. То есть это такая, ну, это камень, по сути, с пластиком. Это два материала, которые, в принципе, не подвержены особо климатическим условиям, а мы живем в условиях рискованного климата, поэтому дерево-то у нас и не стоит. Плюс еще есть такой нюанс, я не знаю, в курсе ли вы, но дерево, оно может находиться на улице только в том климате, где оно произрастает. То есть если мы используем дерево, не выращенное вот в Ярославской области, допустим, это вот северное дерево, то оно будет по-другому впитывать влагу, соответственно, по зонам оно, по идее, должно только вот в этих условиях. Тогда оно ведет себя более-менее адекватно. А если оно привезено, да, как правило, оно привезено всегда с севера на юг, потому что мы видим, что мы привезли, и оно там себя ведет еще хуже, потому что от соли, от морских всех вот этих вот воздействий, там деревянные лавки, они даже сезонами ведет. Да, у нас тоже далеко не сезон выдерживают деревянные лавки. Все вот эти ламеньки, палочки, их меняют практически каждый сезон, а то и с сезонами, как правило. Ну и сейчас немножко про формы расскажу, которые мы делаем, чтобы не быть голословной, что мы полностью практически можем заменить не только дерево, но еще и металл. То есть вот эти ножки, да, в подавляющем большинстве лавок нынешних и скамеек, они металлические, чугунные, железные. Вот у этих диванов. А в наших изделиях это полностью все полимер, песчаный композит, то есть без участия металла, ну кроме метизов, конечно, от них никуда пока не денешься, а это может быть без участия. Вот эти лавки поначалу мы тоже делали на металлических ножках, сейчас мы от металла отказались. То есть мы сейчас сделали свои формы, вот эти вот бруса, и сейчас мы их соберем тоже на брусы. То есть вот эко-ангар вот Андрей Акимов, они вот у нас сейчас там для одной школы, они тоже заказывают вот такую лавку, тоже для эко-ангарок, это может быть информация закрытая, я не знаю, но вы не рассказываете. И они вот будут оформлять именно такой лавкой вот на ножках на экологических, тоже здорово. Лавки делаем разные, сейчас вам покажут уже проекты и круглые, и змейками. И очень много разновидностей, именно современных, ни в чем не уступающих деревянам, но более долговечных, интересных. Не знаю, если кто-то следит за нашим инстаграмом, видели вот такого плана лавочку, но спинка у нее еще, тоже из таких лавок, вокруг дерева. В Москве в школе Летова выпускники заказали такую лавку с посланием для своих преемников, для будущих, там на этих досочках выгравированы их имена, и вокруг дерева они, значит, поставили эту лавку со своими именами. С призывом заботиться о деревьях, то есть они посадили дерево, поставили лавку из эко-материалов со своими именами, но как бы с посланием, что надо заботиться о природе, и деревья лучше сажать, а не рубить. Это же очень красиво, символично, я люблю такие вещи очень. Делаем всякого рода шезлонги, очень красиво смотрится, шикарно, это, конечно, ну все очень современно, и несмотря на вот эту тяжесть, они у нас очень неплохо получаются. Вот такие диваны мы делаем, вот такие вот, кстати, наши шезлонги, которые в множественных резиденциях стоят. А у них ноги тоже пластиковые? Нет, ноги железные, вот у этих железные. Теоретически это возможно, был бы, ну, какой-то нехороший заказ, мы бы сделали форму и отъели бы. Мама обращается в организации или частным образом тоже кто-то обращается? Ну, это возможно, но это очень мало, потому что люди, ну, пока на сегодняшний день стараются выбирать еще по цене, а по цене у нас, конечно, на деревянную лавку дешевле. Не сегодняшний день, да. Но есть физлица, которые говорят о том, что мы уже ставили, мы уже устали менять эти лапки, и уже обращаются к нам именно за тем, чтобы их не менять, скажем так, вот возле своего, там, мы тоже ставим только наши материалы, потому что принципиально, именно, чтобы не портить, скажем так, вот, но и тоже, да, и не красить. А террасная доска? Террасная доска. Террасная доска. Разных размеров. Террасная доска. Террасная доска. Спрашивают, спрашивают, но пока, как бы, народ не готов, вот, прям, на какие-то там, да, подвиги, то есть это пока еще материал новый, физлицы еще очень интересуются, понимают все преимущества, все понимают, но не готовы тратить. Хотя террасная доска с нами в одной категории, здесь еще вопрос, вот, немножечко надо повернуть ментально. Вот террасная доска однозначно, мы специально, как бы, цену выводили для того, чтобы это была конкурентоспособна, но пока очереди нет, но, в принципе, покупают, да, есть, но это штучная. Вот террасная, она же стоит, как крыло от Боинга, и не стоит ничего вообще, она, то есть, на, сыром, под, в этих, естественных условиях, без перекрытий, без крыш, она портится очень быстро, она трескается, у нее, вот, если пазы расходятся, наше, это все произойдет. Урны тоже у нас особый сегмент, это как раз, да, вот о чем я хотела сказать, что в основном-то, конечно, наши изделия, они для благоустройства, для физлица не, ну, как, тяжеловатый, что ли, может быть, дороговатый для благоустройства, в общем-то, это абсолютно нормальная ценовая категория и сегмент, и, особенно, если играть на долговечность, да, на то, чтобы это хорошо выглядело, чтобы это постоянно не перекрашивать, чтобы это постоянно, там, не сломанное, не отрывать, не ставить новое, в общем-то, это идеальный вариант, вот, в частности, урны. Два варианта, два варианта, один вариант, мы красим по вкусу, как дерево, да, и как любой другой, другой вариант окрашивания в массе, вот, Люба нету, а я не взяла у нас, да, для окрашивания? Окрашенных в массе у вас нет, а я не взяла, да, образец, то есть мы сейчас уже, ну, я не знаю, наверное, уже месяца три или четыре не красили, вообще ничего, все заказывают, все окрашено в массе, мы сейчас работаем на РЖД, на большой заказ, и... Ждем образец тогда, да, я, честно признаться, вот, запамятовалась, у меня лежали, а я тут как раз Андрея Айкина. А, глупый вопрос можно? А? Глупый вопрос можно? Обязательно, глупый вопрос. А вот если бы сделать лего-кирпич, вот один такой, сколько бы он стоил? Ну, как вот, прям, как лего, только большой. Я понимаю. Чтобы собирать самому, чего хочется. Ну, вот, давайте так, один дорого, потому что под один надо сделать пресс-форм. Вот, я понимаю, пресс-форма стоит, вот, ста до двухсот тысяч. Это на потоке, если бы было. Если, да, заказ большой, и мы работаем на эти кирпичи, то стоимость сразу там делится на количество пресс-формы, и она практически не будет. То есть, один, это будет от двухсот тысяч. Если это будет на потоке, да, то это там будет, ну, там... То есть, дешевле обычного кирпича? Нет. А на сколько дороже? Дороже на работу, вот, человеческую. Там же кирпич, это же автоматизированное производство. А я уже говорила, что у нас каждый этот кирпич, его надо руками обрабатывать. Мы почему совершенно не хотим работать на плитку, на тротуарную? По этой причине. Чем меньше деталь, тем больше с ней возник. Чем больше, тем, соответственно, она больше площади занимает. Производят, например, песчаную плитку. Она пользуется популярностью, такой, хорошей, вот, штука. И есть специальное оборудование для производства именно плитки тротуарной. Там небольшие пресса, и экструдеры такие более неприхотливые, скажем. Они там все подряд едят, что-то растунуешь, они все едят. Потому что там нет особого такого желания, чтобы все было очень гладенькое, очень ровненькое. А у нас пресс, поскольку большой, да, то и смесь должна быть, ну, более высоко качественно. Потому что у нас претензия такая, как бы, повыше, чем плитка. Потому что плитку не будешь там ползать по ней, разглядывать. А вот это ты вот ногтем царапнешь. Ну, вот этот плохой вот как раз вариант из отходов, забракованный. Вообще она должна быть гладкая полностью, потому что кто-то покупает, он скажет, нам вот это не надо. И, соответственно, ну, чтобы оно было приемлемо, нужно к нему посерьезнее относиться. А плитка тротуарная, вот этот вот кирпич, это такое массовое производство, это должны быть, ну, такие, ну, другое оборудование, не наше. Возможно, больше ничего не производить, кроме этого. А они только это и производят. А мы по тому за плитку и не беремся, потому что, ну, наше оборудование, оно будет производить очень мало. И это будет, ну, как бы, несерьезный подход. Я говорю, у них шнек, вот этот вот экструдер, он ест у них все подряд, и он там не встанет от плохого. И даже если там будет, ну, где-то кусок пластика, это никого не заинтересует. У меня вот тут будет кусок пластика торчет, но это сразу же там вот заменитит. То есть вот об этом больше речь. Немножко разные направления производства, материал один. Нет, в принципе, это возможно, да. И при желании... То есть это был бы неплохой строительный материал для каждого человека. Это прекрасный строительный материал, прекрасный, но в отличие... И хорошей конструкции. Вот дерево, да, в отличие от дерева, я не вижу особой разницы между кирпичом и полимер-песчанкой, в отличие от дерева. А дерево, во-первых, мне его жалко, а во-вторых, оно плохо стоит. Дерево, вижу смысл заменять кирпич. А чего? Вот добра-добра, не еще по керамикам, как песок. Этот же самый песок. Даже, ну, единственное, что там никакая помойка не проводится в нем. Но по большому счету, это материал такой, который ущерба не наносит никому. Есть и есть. И он уже отработан годами, веками. Люди пользуются, он хорошо стоит. Мне кажется, здесь не продавить. Нет, я уже видела, я просто не поняла, из чего это вот либо кирпичи. Я видела, как люди собирают. Действительно, оно просто легче собирается, чем из кирпича. Это можно из любого материала сделать, по большому счету, хоть из пеноблока, хоть из пенобетона, хоть из полимер-песчаного композита, хоть из кирпичей можно тоже поформить. Я сейчас все в форме. Нет, именно лего, чтобы как, с пазиками. Я понимаю, я понимаю, с пазиками, да, ну, это возможно. Они пустые, они теплоизоляция хорошая будут. У нас не пустые. То есть, а пустые возможно делать? Точно нет. Завершенно точно нет. Наши будут вот такие тяжеленные, неприподъемные. Ну, хотя бы какие-то емкости внутри, чтобы пустоты были. Ну, если сделать, да, вот такими пазами, как у кирпича, грубо говоря, ну, можно, да, то есть, вот с такими вот внутри. Теоретически, конечно, можно. Все. А у вас на произвеске пахнет? Да, это не то слово. У нас на произвеске воняет. Я там пять минут погоду, целый день волосы пахнут. Ну, полипропилен, не поли когда-нибудь жженые. Давайте подождем. Ну, это там, какое-то вот эти зелье экологическое безопасное. На маске, если что-то подходит. Вы имеете в виду относительно выбросов? Жить в них. Жить. Ну, вот. Жить в них? Ну, я бы дома такого не поставила, оно имеется. Ну, это уличная мебель, однозначно, не в дом. Однозначно. А я считаю, что все пластиковое, оно не пригодное, не для жилья. А что мы пластиковое все дома поставить? Ну, стропила, например, крыша. Пожалуйста, но это же не внутри. Ну, в смысле? Да, нет. Ну, оно же будет облицовано обшито. Гипсокартон или что-то внутри же будет. Какие-то стены-то чем-то будут выставлены. И дела, похоже, не будут? Нет, конечно, нет. Нет, конечно, нет. Это из этого прижима? Нет, это вот, нет. Вот любые пиломатериалы, оно заменяет прекрасно. Но вот где-то в помещении поставить лавку внутри я не рекомендую. То есть мы просели. Вот единственный раз, когда мы это сделали, я здесь еще покажу, мы в музее, в церкви музейной поставили эти лавки для просмотра. Почему, опять же, ну, сейчас дойдем, я скажу, почему. Как вы приняли это решение, то запад есть. Потому что, ну, это уличная, однозначная для внутренних помещений. Но это и по весу, не для офисов. Это уличная мебель, это садово-парковая, уличная мебель для благоустройства. Мы как бы не претендуем на дизайн. Нет, ну, а на улице они ничего не выделяют? Нет, а это как бы элементарно, вот эти знания о том, что 2,4, это уже переработанный пластик, они уже не выделяют никаких формальдегидов при переплавке. Это PET выделяет, шестерка, семерка, пятерка в меньшей степени, но выделяет, 4,2 вообще не выделяет ничего. Они уже, они только пару выделяют. Значит, возгласно-вредным считается. Нет, абсолютно не безвредная. Никаких вредных отходов у нас нет. Вот поэтому мы сдаем всегда, вот те же тюбики, да, обращала внимание сколько раз, если маркировка C дропил ДПЕ, или C дропил ДПЕ, это уже мимо сразу. Иногда пишут 4 или 2, а пропись внизу все равно с C. Это значит, намешали все равно два человека. Пусочком вот так вот сверху будет лежать, вот так вот красивенько, и все, это сразу в брак у нас все уходит, все, что плохо отсортировано, но оно не переплавится. Поэтому мы собираем тюбики в четверку туда, двойку и четверку, то, что только именно без всяких C-шек. Был заказ от Миги, не у меня, в Питере, коллеги. Мига заказывала целую такую партию этих лавок, и площадки собачьи, не крашеные, с добавлением пауча. Обязательно, то есть они привезли огромное количество пауча, резаного на кусочки, пауч, пакеты вот эти все, которые не перерабатывали, у них там, по-моему, с косточкой. И прямо им было принципиально, чтобы было не крашено, чтобы было видно, что в их составе идет пауч. То есть они специально идут на эту жертву, что оно не так красиво выглядит в составе вот с этим паучем, но чтобы они его туда закатали, чтобы, ну, понятно, да, посыл вот их, чтобы какое-то неперерабатываемое переработать таким образом. Думаю, что вот в этой ситуации, конечно, был выброс какой-то, для сотрудников неправильное использование было, но заказчик вот так вот попросил, делали они, я знаю. И, кстати, это очень симпатично смотрелось, при том, что они такими блестяшками, ну, как будто так и на, как мрамор такой. Очень интересно, единственное, что, ну, так вот, в некоторых местах махрилось, ну, в принципе, это не принципиально, если в этом есть идея, смысл заложен, то оно, собственно, как и надо все это делается. Вот такой вот, вернись, вернись. Наши урны, я никак не могу про урны рассказать. Я, за что люблю наши урны? За то, что они не горят, в отличие от деревьев. Я считаю, деревянная урна, она не имеет права вообще на существование. Это пожароопасно. Все со своими этими сигаретками, да, так и норовят туда их впихнуть, и они постоянно горят. И если содержимое у них сгорит, и ничего страшного, то сама урна горит, это уже все равно пожар. А второе, наши урны, есть у нас урны с металлом, а есть у нас урны без металла. То есть они вообще совершенно не интересны бором. Если ставить наши урны, то их не крадут, потому что это кусок бетона, по сути, который никому не интересен, его тяжело поднять, сбереть и никуда не сдать. Но в отличие от бетонных, бетон, он впитывает влагу и потом трескается в мороз, когда после осени, когда он впитывал, морозом треснет. С нашим такого не произойдет, потому что иначе ничего не впитывают. Вот у нас урника такой, когда он стоит, да, как раз. Никота вообще, это вообще моя любовь. Вот больше всего из всего, что мы производим, в том, что будут цветы не впитываются. Это прям, я считаю, то, что надо прямо. Оно не заплесненное, оно обрастает, да, там красиво врастают, там, всякие растения. Всю зиму там убирать, ничего выкапывать не надо, оно стоит, не портится. Весной только солнце, оно уже все красиво, все нарядно, ухожено, облагорожено. Какая там, грибок никакой не появляется, который для растений вреден. Поэтому у меня в целом из дома, уже где можно было, вот тут уже здесь стоят. И я прям всем рекомендую, очень люблю. А для арт-объектов в это подходит? Да, у нас есть, я покажу, очень красиво. Вписывается вообще великолепно. Тем более в формах мы не ограничены. Мы на металлокаркасе вообще что угодно можем сделать. Я вот уже вообще никаких форм не боюсь. А если, ну вот, еще к экологии привязываться, то вот, пожалуйста, вот эти вот колодцы мы делаем, они без металла полностью. Вот этих вот штучек. Очень красиво смотрятся, прям вообще классно. Люблю. Вот самое мы любим. И да, вот как раз вот здесь стоит вот такое круглое кашпо. А тут сколько колодец? Колодец? 9 тысяч, по-моему. В том году будем сядь. Могу набрать, но по-моему, да. Там 2-то будет. Есть палом, да. Ну и апофеоз. Это нашей проблемы, да? Это мусорка для мусора. Ну, то есть, эко-площадки мы еще делаем вот из наших для мусорных контейнеров, ну или для сборов торцев. Я сейчас вам такое расскажу. Такое расскажу. Какого-то не по-моему рассказывают. Это страшный секрет. Люба. Ага. Я говорю, сейчас страшный секрет расскажу. Да. Не рассказывайте. Мы сейчас с компанией Торнфторма делаем проект. Вы знаете, да, Эти Азата? Да, конечно. Азат, он у нас всю зиму, нас поддерживал, прям, чтобы вот мы не закрылись зимой, в прямом смысле. Он у нас всю зиму закупал мусорные контейнеры для раздельного сбора. Сейчас в Ярославле уже он купил 30 штук. Он ставит сейчас по дворам, совершенно бесплатно во дворах ставит эти контейнеры. Из нашей, я вам фотку покажу. И он их сам будет обслуживать. И у него как бы цель вообще весь город полностью. Именно ЭКО. То есть он не рассматривает, а металл не дерево. Именно ЭКО под Биг Бэк, под три вида сырья. Он сейчас ставит... Интересно, как он с картией договорится. А мы уже все согласовали. Мы этим занимались, все уже сделали. То есть картия тоже будет, да, этим заниматься? Нет, картия, чтобы не против была. А-а-а-а. Уже все согласовано с департаментом, согласовано со всеми администрациями. То есть очень это было долгое согласование. Но все сейчас полностью все согласовано. И администрации все уже в курсе. И вот сейчас первый будет установлен... Ну я думаю, что на следующую неделю, но правда уже в этот месяц его устанавливаем. Но там из-за снега. Мы не можем просто сейчас отмечать, устанавливать из-за того, что очень много снега. Вообще тенденция очень классная. Я считаю, что Азат вообще, конечно, ну вот потрясающий в этом. Вот он так тихо все. И без каких-то выпендрежей никому ничего нет. Ну он делает... Что это за компания? В Ярославле. В Ярославле, да. Мы туда тоже на экскурсию ездим. Сортировочная станция. Сортировочная. Да, у него линии сортировочные. И он именно хочет из наших материалов, а не из каких других. Он хочет именно из переработанного пластика. Именно для раздельного сбора. Мы специально проектировали, чтобы туда пакет с мусором не влез, чтобы туда по фракциям все будет с табличками пояснительными. То есть в каждом дворе предполагается... Сейчас вот мы с какого-то района начинаем, с нескольких объектов. И вот поставим сейчас вот 30 он закупил у нас этих для раздельного сбора площадок. И он не собирается останавливаться. То есть для многоквартирных домов это будет бесплатно? Это вообще будет полностью бесплатно для тех, кому он их поставит. Но он сейчас еще пока это выборочно, да, там логистику выстраиваем, чтобы ему не ездить там по всему городу. То есть это чтобы было как-то сконцентрировано в районе каком-то для удобного сбора. Ну вот он так вкладывается. Ну и мы, конечно, со своей стороны тоже минимальную цену предложили, потому что тоже очень хочется. поучаствовать в этом проекте, действительно, чтобы оно было наглядным для людей. Что вот они собирают и вот, вот результат. Потому что эта работа действительно очень классная. И люди начинают этим заниматься. Вот у нас в Ивниках есть совершенно потрясающая женщина. Да, Лариса. Лариса, да. Приезжала к нам тоже, да. А от этого объекта такой двигатель. Вот она и все и согласовала. Вот у нее у первой мы и ставим сейчас. Два, у них там 11 домов, и мы там у них сразу две площадки ставим. Вот это ее будет первый объект. Который мы там будем презентовать, открывать. Так что следите за новостями. Но очень, проект очень классный. Меня он так радует. Потому что я не удержалась, а с вами поделилась. Очень хорошо. У меня интересует почему? Потому что у нас тоже многоквартирный дом. Я вот представители, мы с вами списывались, я потом к вам подойду. Дело в том, что там какую-то площадку нужно под ваш... Вы только верх делаете или от А до Ям? Нет, от А до Ям мы пока не делаем, потому что... То есть площадка нужна какая-то, цементная вот эта плита? Да. Ну вот у нас коллеги занимаются полностью в Сергием Фасане. У них полностью область им отдала... То есть вот в Сергием Фасане, кроме из наших материалов, не ставят никаких... Не ставим контейнер. Только из наших материалов. Они делают полностью. Ну потому что у них там огромный объем. Им же выгодно брать людей, которые там дотонируют площадку, которые ставят на закладные и все это делают. В принципе, это возможно. Это несловно, наверное, иметь заказ, ну, сумму людей нанимать там и технику, да, на один такой объект. Это должно быть как минимум чем-нибудь. Откреплено. Таких мы делали... Три штуки вот прям вот именно таких. Две. Сейчас не представляю, куда мы делали. Мы тут по карте смотрели. Очень смеялись. На Чукотку. Главное, Дырь. Вот если можно представить, самое дальнее место вообще, то это вот практически в Канаде. Мы недавно по карте смотрели. Просто вот это расстояние... Я до сих пор не верю, что мы туда отправили. Она туда ехала два месяца. Честно на слово, два месяца. Пароходами, самолетами, всеми возможными видами транспорта. А поближе нет к неумной среды филиалов? Есть. Но они не делают такие. Но они не делают... У них как бы нету опыта и нет столько вариантов этих форм. У нас очень много форм, потому что у нас в Рыбинске есть. Люди еще смеются над коренными жителями Чукотки. Вот они какие-то проблемы. Они вообще... Да, сейчас вообще они переговорят. Слушай, нам должно быть стыдно, что у нас этого нет. А где-то... Причем знаете, какого цвета... Вот на видео видели ярко-красные вот эти вот досочки, да? Вот это вот они. Они вот такого яркого цвета делали. Вот такого мы красить устали просто. Все потом облились и все было кругом красно. А знаете, почему? Я потом читала, я думаю, почему как такого цвета? Можно вообще что-либо сделать вообще? Вот что угодно такого цвета как. А оказывается, у них вот в этой ванадыре-то, у них все. И дома они строят ярко-зеленые, ярко-сильные. Потому что там не найти зимой и метель. Там просто не найти жилье. И можно мимо помойки случайно промахнуть. Видимо, как светофор такой, чтобы ярко... В диких расцветах, по-моему, попустите в интернете. Там просто кошмар какой-то. Там вот, ну, мне кажется, очень скоро мозг-то сдвинется. Ну, в таком, мне кажется, очень долго жить тяжело. Но, с другой стороны, если это единственный способ найти объект, то в этом есть смысл. Ну, это как в Лондоне, из-за тумана постоянно. Там тоже наиболее важные объекты красные. Автобус, почтовый ящик, будка. Да, и у них. Но у них не только красное там, но совершенно вот этих вот диких люминесцентных цветов. Все такое интересное. И одну такую площадку мы в Москве устанавливали. Тоже на закрытой территории. Какое-то военное какого-то учреждение. То есть, в принципе, нарость комплектация-то разная у них, да? Абсолютно любая. То есть, на заказ, да? Какое-то нужно комплектация. Это, я говорю, то, что мы конкретно наш зовут. В принципе, их делают много другие коллеги. Редко закажут именно такие большие. Вот, но их делают. У нас сейчас есть еще другой проект. Вот в Ярославле сейчас тоже возле многоквартирного. Несколько там домов, да? Мы тоже заказали. А у вас на сайте фотографии можно посмотреть? Выложено, по-моему. Я помню что. Да, вот такие вот моменты лучше я вам личные сообщения скину. Потому что, да, там все на стадии проектов. Реализованное мы выкладываем. Потому что на стадии проектов я стараюсь сюда населить. Да, потому что люди там свои деньги заказывают. Ну, это понятно, конечно. Их дело. То есть сейчас наделать. Да. Две лавочки у нас стоят в самом центре Ярославля, возле набережной. В парке дружбы народов. Их купил Сбербанк, подарил городу. Потом он еще купил 4 лавочки и подарил в Рыбинске. Да, вы знаете, возле полета. Это вот Сбербанк. Они очень любят наши изделия. Они все время что-то пытаются креотить. Их, кстати, ну так с умом. Не просто так вот отпинаться. А действительно с умом. Они там и собирают у себя по филиалам, по офисам. Пластик. Ну так вот стараются. И сама вот эта вот идея, что они одному городу подарили, другому подарили. Ну так здорово, мне кажется. Похвально, да. Это Норские резиденции. Знаете, да, квартал? Вот ясно в Ярославле при въезде в Норск. Там целый у них квартал. У них там много всяких арт-объектов. Они так интересно делают. Не очень выгодное местоположение. И поэтому они создают инфраструктуру. Очень классно, чтобы народ туда ехал, покупал жилье. У них там классный садик, школа. Все на территории. Все закрыто. И вот они заказали у нас... Там стоит аж 7 шузлонгов вот таких вот на детской площадке. Люди очень любят. Там они у нас и кашпо в каждый двор ставили. И много разных покупали. Лавок, видов. То есть вот они у нас тоже любят. Они именно как эко-квартал себя позиционируются. Они сборщатся нашими услугами очень стильно. В Вятском мы устанавливали вот такой вот небольшой комплекс. Ну вот здесь без растений еще. А вообще тут туйка сейчас растет. Тоже очень как и здесь и было. Настолько вошло органично. И еще вот они же в Вятском. Там у них есть канатная дорога. Ну, там для детей вот эту веревочную дорогу. Они вот такую змейку 12-метровую заказывали. Тоже очень она всем нравится. Люди прям вообще от нее обалдеют. Тоже очень красиво. Вот в церкви Иоанна Претечи, как я обещала рассказать, это церковь принадлежит музею-запоеднику. И в ней более 3000 сюжетов росписей. То есть ее посещает как арт-объект, чтобы разглядеть именно живопись 17-го века. Там огромные высоченные потолки, 8 ярусов фресок. То есть вот стоять с задранной головой. Людям, которые приезжают посмотреть живопись, это тяжеловато. А как долго она не стоит, да, вы знаете, что все эти живописи на важные органы. А деревянную лавку там внутри не поставишь. Потому что там очень высокая влажность. 75-80% влажность. И никакое дерево там, конечно, стоять не будет. Там все прямо рушится на глазах. И поэтому вот они выбрали наш материал. И они стоят внутри по всем стенам, чтобы можно было на каждой посидеть, посмотреть, и по-разгляду. В принципе, почему нет? Вроде и в интерьере, да? Но вроде там никто не живет, никому особо не напрягает. Но запах, я вам честно скажу, есть. Я чувствую его. Я даже вот у себя дома, в зару, в лавке, я по запаху чувствую. Не скажу, что там прям какой-то невыносимый запах. Но запах есть у всего. Давайте с этого начнем. Ну, там все-таки есть. Как ни пора, кисти. Это оформление для Сбербанка называется. Брендирование. Это, да? С этими краешками. Может, поближе подсесть? Подалеку. Это, да, вот в Красных Ткачах делали скульптурно-оздоровительный комплекс. И администрация заказывала... Администрация заказывала именно наши лавки. Тоже вот они деревянных не захотели именно с перерывом. То есть, ну, есть какое-то осознание. Не скажу, что прям в подавлящем большинстве, но оно и есть. А это вот, это прям моя любовь. Правительство Москвы вместе с компанией Мегагрупп заказывали вот такие вот совершенно нового вида площадки для собачек. Площадки для собачек. Обратите внимание, с дизайном там все сделано настолько здорово. А для ритуальных услуг, к примеру, типовые памятники какие-то? Вообще легко у нас уже есть. То есть это дешевле, чем гранитные? Дешевле намного. Дешевле, чем цементные. У нас есть уже заказчик, я не знаю, будем ли мы с ним работать, потому что он сразу хочет там 10 или 12 форм. Ну, то есть он-то ничего не вкладывает. Мы должны сделать эти формы. Понятно, что они когда-нибудь со временем отработаются. Ну, вот я в раздумье. Смотрим, как сейчас. Если работа без них пойдет, то, наверное, мы и обойдемся. Посмотрим. Это тоже, я считаю, что это должен быть отдельный вид работы. То есть вот этим надо заниматься конкретно. А этим братья оборудование и работать на этот. Потому что у нас все дергаться, разбрасываться, ну, и будет нигде. Ну, пока так будем, там посмотрим. Вот. А это меня, конечно, поразило в самое сердце. Вот этот проект. Мы его делали в крайне короткие сроки. И, конечно, поразил масштаб, что это не какой-то там центр. Это обычный там московский дворик. Обычный. Для жителей дворика, вот как у вас есть мусорная площадка, да, вокруг них, возле каждого там определенного количества домов, есть площадка для выкула собак. Где очень классный дизайн, все элементы вот для... То есть они делали полный ландшафтный дизайн. Трава там вся рулонная, газонная. Наши, видите, лавки. Такие, то есть там все по дизайну. Там не просто привезли, кинули. Там был дизайн-проект, там ландшафтники работали, там строители работали, там мы работали. То есть это все вот с таких вот травм. Там, кстати, абсолютно цвет такой вот. Ну, просто выбраковка. Вот такие огромные кашпо по полтора метра с красивенными кустами. Мы когда приехали уже туда на реализованные, ну, там, доделки какие-то производить, я даже вот говорить не смогла. Я не представляю, даже у нас в Ярославле вообще хоть один парк таким образом обустроенный, с такими красивыми там дизайнерскими находками, там, в виде каких-то там искусственных водоемов без воды, то есть там голубым тканью затянутой. Все для собачек, чтобы собачкам, хозяевам было красиво. Все вот в таких вот белоснежных тонах. Это настолько здорово, и у них сейчас в Москве действительно планируется в этом году вот таких площадок, там больше ста штук. Они там собираются их делать, и у нас в городе, например, нет такой ни одной. Вот, чтобы она была красивая. То есть есть площадки собачьи, да, там какие-то, но они отвратительные. У нас собака, с которой занимались, и там на эту горку стоишь, и там вот так вот все качается, все очень страшно в прямом смысле. А тут делается просто для человеческого отдыха. Это говорит о том, что Москва, конечно, перешла вот уже на следующий уровень развития, и у них действительно создается инфраструктура не только для своего, да, вот какого-то отдыха, а для какого-то семейного. У них есть уже место для экологии. Практически по всех дворах там есть для раздельного сбора площадки. Практически во всех, и не по одной. Это, конечно, поражает, ну, ее-то вселяет надежду, что мы когда-нибудь окажемся уже счастливее. В этом году у нас будет строиться четыре. Деревянная, наверное, да? Скорее всего, надо и может подкинуть идею. Вот именно. Нет, площадки, да, я говорю, мы вот уже делали. Тем более опыт у вас есть, правда, вот так разобраться? Да, да, нет, у нас, если честно, она уже заказала на этот год еще шесть. Мы уже по работе. Москва у нас заказала. Конкретно у нас. Я не говорю про другие заводы. Я знаю, что другие заводы тоже их делают. В Москве там больше ста точно в этом году. В том году это был экспериментальный проект. В этом году заказала. Я знаю, что у многих коллег в Москве есть там много заводов. Они все как-то так или иначе связаны сейчас с площадкой. У нас уже шесть заказали. Так что, в общем-то, это уже не новость. А это очень долговечный материал. И плюс он не скользкий. У нас там еще нет проекта. У нас столько места будет появляться. Да. Четыре собачьи. То есть можно подкинуть и на девять. Ну, как бы, да. Я думаю, у нас, как всегда, все под это будет выбирать. Что дешевле. Ну, в принципе, это соразмерно по деньгам, я хочу сказать. Потому что там основную цену делает не наш материал. Там основной это металл. Там очень много металл. Они дешевые, например, в раскладе. Там гиряшки так катаются, да, с теми ценами, которые там, вот, ландшафтный дизайн занимают. Со всеми вот этими вот этими вот этими вот этими вот этими. Вот. А это комплексные РЖД, да, мы делали тоже. Они заказывали для раздельного сбора такую небольшую урну на три позиции. Лавку. В этом году РЖД у нас уже стало основным заказчиком. Они в том году все за счет нас выезжали. У них в том году был год экологии на РЖД. И они все, каждому департаменту было просто дано поручение хоть как-то отметиться с экологией что-то сделать. И они вот в качестве, да, основной площадки выбрали нашу компанию по разным городам. Так или иначе, что-то накреативили. Мы тут придумали вот такую. Кто-то там что-то еще в другом городе с нашим заводом придумали. Вот они там креативили, креативили. А в этом году они уже разместили вот у нас заказ на 300 комплектов на лето. Это чемпионат мира по волейболу, что-то там мне говорят, мне не очень спортивно сказали. Вот к чемпионату вот этого мира, они будут все станции оснащать нашими почти никого. Не знаю какая связь, но вот мне так сказал начальник, я не знаю там какие-то связь. Но они так вот сели на нас, собственно говоря, именно по этой причине. Потому что к ним огромные претензии предъявляют по поводу экологии. Они сильно загрязывают очень. И они вот таким образом пытаются выходить из ситуации. Я считаю, что это справедливо. Я считаю, что вот все бензозавкололонки просто обязаны использовать нашу продукцию. Сколько они наносят ущерба. Они не должны вообще никаких горючих материалов в принципе у себя иметь на территории. Они должны государству просто обязать использовать нашу материал. Ну вот мне это кажется, я не знаю. А что нужно сделать, чтобы его поджечь, чтобы что-то с ним случилось? А ничего не делать. То есть вы вообще... Ничего не делать. Вот давайте, хотите, пойдемте, пожалуйста, бензином польем, бензином польем. А чат из него сделать, если, к примеру. Только мы сделаем, у нас дома есть. Прямо вот камин. Ну не камин. У нас вот площадка, на площадке стоит сверху чаша. На ней горит. То есть не на самом материале. Ну на самом материале я не хочу просто такого. Ну это, грубо говоря, как цветник, только туда уголь засыпаешь. Ну пожалуйста, да. Вот такой костер наград. То есть прогорит он, если прямо на нём, если огонь будет. Да он запачкается. Ну я думаю, что он подплавится со временем. То есть смотря какую там разовьёт температуру. Ну 400, наверное, градусов в костер, примерно. Я не помню. 400 подвями. То есть на самом на нём лучше не сжечь ничего. Вот прям долго. Ну костер, наверное, нет. Костер, наверное, нет. Ну вот чаша кострова у нас стоит на нём. Что я не буду. В самом, ну, наверное, сгорит, да. Там по времени расплавишься, подплавится больше. Не загорится, подплавится. Загореться не сможет. Подплавится, да. Да, это вот лавочка, которую Мышкин насобирал, настрадал. Менина, тоже там насобирали пластика. Поставили тоже очень довольна. Я люблю вообще вот эту вот реализацию, когда там люди строили, строили и наконец построили. Мне очень это нравится. Это настолько показательно, когда твои труды чем-то заканчиваются. Это всегда очень людей мотивирует и вдохновляет. В частности, вот в лавниках, они же тоже насобирали. Вот никакая история. Они собирают. Наши материалы, они сдают нам. Пленку, вот это все, вот это вот, вот это вот, там, крышки, ящики, пластика, они сдают нам. Но вы за это им предоставлены? За счет, да? Мы им за это скидку очень хорошую делаем. Прям очень хорошую. Прям большой под большой. Ну, просто нравится мне. Они такие молодцы вообще. Вот. А остальное, весь, остальное все в тоже садил. Они сдают там. Ну, или в Макраполь, там, Торгвтормилу, там, с кем они работают по-разному. И на эти деньги они их откладывают, они доплачивают. То есть вот конкретно, полностью на вторсырье, и то есть они и нам там какие-то деньги платят, и лавка у них. И вот они, когда эту лавку поставили, вот насобирали суженную, там, конечно, у них был взрыв. Жители не могли вот реально поверить, что это работает, что вот с них ни копейки не взяли, и вот поставили, вот они просто вот этим всем вот насобирали, вот на арт-объект для них, и бы никак это прям событие было. И они сейчас копят, прям сдают усиленно, они хотят вот эту вот радиусную, зигзагом, они прям копят, у них уже там чуть-чуть осталось, они вот изо всех сил, они вот хотят-хотят. Это классно, это такая мотивация. У нас же в Капаево так тоже, да, копили девчонки? А они поставили ее? Да, да, конечно. Поставили, да? По-моему, на фотографии ездили. Да, они долго, они тоже что-то полгода мучили ее. Я сейчас уже прикрыла эту лавочку, так-то вот, ну вот настолько-то, ну потому что очень много желающих все-таки, но как-то возьмете. У нас-то возьмете, я вам писала. Да, месяц назад, так что мы уже собираем. Песочная у нас еще так, с единым аромой или лакмоней не поставили. Ну нам надо, мы решаем вместе программу. Нет, решаем вместе, да, мы обязательно, нет, мы с Ларисой тоже подержаем вместе, у нее сейчас двор в программе, мы с ней уже все объекты обозначили, все она, и все кашпо, и все урны, она все хочет для нашего, потому что мы все прописали, уже все из наших материалов. Мы уже всех дома все собираем, так что мы... Ну тут вот материалы, ну это так вот, и гневы, это все сохраняем. А у нас там есть, здесь все развешено, все подписано, и люди утром идут хоп-хоп-хоп, запаховываем, убираем. Так а убирайте-то куда? А у нас есть место, где куда убрать. Как бы то есть? Ну вот Лариса тоже, они убирали-убирали, но у них это все таких объемов, настигла их, такие масштабы, что в итоге вот сейчас с Азатом, ну я тут же Азатом подкинула, это идея, сейчас мы будем ставить два вот, две контейнерной площадки с обслуживанием, он их будет обслуживать, он будет сам собирать. И они еще имеют право на уменьшение тарифа. Вот. 20% стихи, по-моему, идет... Уменьшение тарифа нет, там вообще пропорционально высчитывается. Серьезно, да? О, класс. Здесь Тахартианаса, по-моему, мы на Тахартианасе. Ну и на Тахартианасе выведем, что страшно. Нет, нет, не скажу вам. Точнее, я знаю, что люди, некоторые знают и занимаются этим, но вот я не скажу. Нам надо Ларису сюда пригласить на такой же матер-класс. Это кто? Лариса вообще... Вот, которая вовняка этим занимается. Да, давайте пригласите. Она такая... Она тут была, наверное, ну, один раз точно, если не два, и мы с ней еще... Да, когда Брынина пересекались вот на награждении экологии ЖКХ, вот, тоже она там была. Надо ее обязательно сюда нам... Она везде делает... Весь прям алгоритм рассказала, да, куда обращаться, куда чего. Потому что меня когда спрашивают, я могу, вот, зная опыт других городов, тоже все это начинали, в подъездах пробовали чего-то, там, в каких-то коморках, там, в доме. Находились такие доброжелатели, которые куда-нибудь настучат, и это все прикрывают. А она все согласовала во всех департаментах? Вот она все согласовала полностью, все. С департаментом первого пользования, со всеми, со всеми инстанциями вот эти... Ну, это столько месяцев заняло, да? Ну, вот, с начала ноября, и вот на той неделе последнюю бумажку. Вот сейчас мы готовы бы поставить, но снегом так завалило, что мы теперь подойти не можем. Мы ЭКО-БОКС согласуем с августа, чтобы нам поставить под ртутные отходы здесь. Ну, в принципе, все это возможно. Они все согласовали, и с Азатом они договор заключили, и все у них есть. Ну, ладно, все понятно. Она все умеет к ней, обращайтесь, она все знает. То есть, надо мне друзья постучаться? Такой человек позитивный. Она, причем, это все на таком драйве делает, вообще, и всех заражает. Мне нравится там, сдали столько-то, это столько-то, ну, такая, да, зажигалочка. Каждый двор такой, да. Ну, вы знаете, это нас захотеть, это нас запустить. Вот мы тоже запустили, у нас так, знаете, как-то так, один подъезд, второй подъезд, третий подъезд. и когда видят результат уже, вот почему хотим, чтобы от Адая сделать так, чтобы подставить, как вот вы говорите, как будто вот про нас написано, как говорили, чтобы поставить, когда решаем вместе, закончат наш двор, ремонтировать, песню будут, да, мы попали в программу. Вот. И если мы действительно поставим, они хоть увидят результат, чтобы мы не содержание ремонта жилья, свои деньги взяли, а мы это все сами сделали, понимаете, вот тогда уже будет стимул у людей. Да, да, я говорю, а когда результата нет, очень заметно. Да, ну, это ерунда, у нас там, ну, и много интеллигентов, людей говорят, да, ну, какие-то, копейки, я бы, слушайте, копейка рубля бережу. Ну, и что, мы на 200 рублей сдадим? Если вы... Ну, вот они...